Добрый вечер, это программа Топ Кадр, меня зовут Ингрид, мы находимся в замечательном месте Москвы, Урюк, это прекрасный узбекский ресторан, красивое место, здесь сегодня проход благотворительный вечер аукцион, когда звезды пришли помочь собрать средства для приюта списанных собак. Рядом со мной стоит тренер, голливудский звезд, спортсмен, правильно? И очень красивый мужчина. Много работаю в кино, ставлю трюки на фильмы. Ильдар Кенкерли. Здравствуйте, Ильдар. Почему вы решили сюда прийти, потратить сегодня свой вечер такой зимний и просто добрались и вы решили поучаствовать? Меня часто приглашают на подобное мероприятие вместе с Сергеем Харитоновым, которого я тренирую. Я думаю, надо обязательно появляться и посмотреть, что это такое вообще, чтобы не отставать от жизни. Тем более с Натальей Андреевой мы дружим, которая является арт-директором данного заведения. Я думаю, очень интересно и очень приятно, что такие мероприятия вообще устраиваются. Ильдар, это правда, в наше время все очень непросто устроить и Наталья большая молодец, что решила предоставить нам этот зал, Урюк в центре Москвы. Как вы считаете, это разовьет в людях какое-то милосердие, сострадание, такие мероприятия? Я думаю, обязательно. Все, что касается благотворительности, это всегда развивает в людях милосердие. Я часто хожу на мероприятия, где помогают люди своими действиями, больным детям или людям, которые нуждаются. Это тоже одна из тех ситуаций, где все-таки должно присутствоваться, что люди видели. Я смотрю, очень много звезд на данном мероприятии и они своим примером показывают, что не надо отходить от этого, надо здесь быть. Ильдар, такой у нас вопрос каверсный. Мы в программе Топ Кадр спрашиваем звездных людей, а какие голливудские звезды у вас тренировались? Я много провожу тренировок и из голливудских звезд могу выделить Тольфа Лунгрена, которого я готовил к съемкам фильма «Неудержимые». Также в Америке, в Голландии, в Таиланде я со многими бойцами работаю, ну и самый основной боец это Сергей Харитонов. И надеюсь, что тоже со временем станет голливудским звездой, в данный момент является чемпионом мира по кикбоксингу и по ММА. Да, он, конечно, красавчик, большой молодец. Мы ждем мая его боя, он нас пригласил. И такой вопрос, Ильдар, как вы думаете, что ждет Россию в нашем светлом будущем? Ну, Россия сейчас испытывает не самые легкие времена, но я думаю, это сплотит наш народ. Мы будем вместе все держаться, пройдем этот путь, и со временем у нас все будет хорошо. Мы сильное государство, и единственное, что мы должны друг за друга держаться и вместе идти вверх, и мы тогда все пройдем. Спасибо. И пожелайте что-то нашим мужчинам, которых меньше всегда почему-то так вот сложилось расти, чем женщин, и все-таки 23 февраля будет их праздник. Я хочу пожелать мужчинам, чтобы они оставались настоящими мужчинами, чтобы они могли все-таки быть защитниками нашей Родины и быть сильными. А женщины должны все-таки тянуться к сильным мужчинам и чувствовать их силу. Я думаю, 23 февраля я пожелаю, конечно, в первую очередь здоровья. Их и так меньше, чем женщин, чтобы все-таки у них и было крепкое здоровье. Ну и вперед забегая, к 8 марта я хочу вперед и женщин наших поздравить, чтобы мы, мы, мужчины, все делали для того, чтобы им было хорошо. Спасибо, Эльдар. Спасибо. Это был Эльдар Кенкерли, программа Топ Кадра. И, Игорь, увидимся. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok